О самых заметных событиях в стране и в мире расскажу в ближайшие несколько минут. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Нурсултан Азарбаев с официальным визитом прибыл в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне глава государства встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных деловых кругов США. Кроме того, президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН. Это уже седьмой по счету официальный визит главы государства в США. Казахстанско-американское сотрудничество направлено на взаимодействие в Центрально-Азиатском регионе, в том числе в области борьбы с терроризмом и укрепления режима ядерного нераспространения, а также расширения торгово-экономических связей. В Швеции очень рада работать с Казахстаном, который сейчас председательствует Совете Безопасности ООН. Мы тесно работали с вашей страной в прошлом году, и я думаю, что Казахстан, как первая страна Центральной Азии, достойно представляет регион. Это хорошее начало года. Восхищен, как Казахстан подбирает очень значимые темы в повестку Дня международного мира и безопасности. Афганистан — одна из них. Ваша страна вносит большой вклад в стабильность и развитие Афганистана. Казахстан убедителен в вопросах разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы с нетерпением ждем нашего следующего заседания, когда будет выступать президент Назарбаев с этой очень важной темой, и которая будет поддержана в ООН. Я думаю, что... В декабре прошлого года казахстанцы оставили в торговых центрах, магазинах, и на базарах 195 миллиардов тенге. Сразу на четверть больше, чем годом ранее. Такую статистику привел портал Рэнкинг Киезет. Уже традиционно большинство официальных розничных продаж совершили жители Алма-Аты. Свыше 80 миллиардов тенге. Следом идут карагандинцы, жители Восточного Казахстана и Астаны. Замыкают список покупателей Мангастауской области. Сообщение отмечается, что после кризисного 2015 года розничные торговые компании ушли в минус на 2,5%. Ситуация стала выправляться. Уже по итогам 2016-го рост реальных объемов продаж составил 2%, а в прошлом подскочил сразу до 6,3%. В Мангастауской области задержана машина, в которой перевозили запрещенную к вылову осетрину. На трассе между селом Козелузен и местностью Канга в Тубкараганском районе полицейские сотрудники областного лесного хозяйства и территориальной инспекции животного мира остановили автомобиль, в котором обнаружили 24 штуки рыб осетровых пород. По признанию водителя, он купил рыбу у продавцов. Еще один похожий эпизод произошел в местности Мерет. Водитель перевозил 11 штук рыб и также отрицал свою причастность к незаконной ловле. Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований. Возбуждены уголовные дела по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. К слову, это первые факты в этом году. В прошлом году их было 90. Полицейские изъяли 5 тонн 430 килограммов рыбы. В Матаравской области идут работы по восстановлению энергоснабжения. Накануне вечером вышли из строя две турбины на местной электроцентрале. На два часа осталась без электроэнергии левобережная часть областного центра, а также десятки поселков в трех районах региона. Одну из турбин быстро восстановили. Вечером к электричеству в первую очередь уже были подключены все социальные объекты и жилые дома. Работы по подключению населенных пунктов продолжаются. 50 мегаватт мы сейчас запросили дополнительно КИГОК. В области есть и другие источники. Это маяк в Актау. В Уральском можем брать электроэнергию. А также запас электроэнергии имеются у компаний ТШО и НСОСИ. В Колумбии рухнул строящийся мост. Жертвами обрушения стали не менее 9 человек. 8 пострадали. Еще двое рабочих пропали без вести. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя гражданской обороны Хорхе Диаса. Также отмечается, что в момент обрушения на мосту, который должен соединить Богатул с виллой Визьонцы, находились около 40 строителей. Причина произошедшего пока неизвестна. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Внезапно раздался грохот. Те, кто понял, что произошло, начали бежать с целью спастись. Я оглянулся и понял, что не все смогли эвакуироваться. Повсюду был дым. Мы попытались помочь нашим друзьям, но, к сожалению, не смогли. В бельгийском отверпении в результате взрыва бытового газа обрушился жилой дом. Пострадали не менее 14 человек. Один из них в критическом состоянии, сообщают в местной полиции. Информации о погибших нет. Отмечу, инцидент произошел в центре города. По данным СМИ, один дом практически полностью разрушен. Еще два здания получили серьезные повреждения. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители отмечают, что взрыв не был актом терроризма. Не менее 20 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на международный аэропорт в столице Ливии Триполя. Еще 60 получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения. Нападение совершила группировка Аль-Бакара, которой присоединились сбежавшие с востока Ливии радикалы. В бой с ними вступил контролирующий аэропорт формирования специальной силы сдерживания. При этом обе эти группировки лояльны правительством нацсогласия в Ливии. В связи с произошедшим работа воздушной гавани временно прекращена. По данным служб безопасности, сейчас ситуация находится под контролем. Арестованы несколько подозреваемых. Об ущербе не сообщается. В Китае усилили меры по предотвращению распространения гриппа. В результате вспышки эпидемии переполнены все больницы страны. Среди зараженных есть и дети. Китайские власти призвали местные органы здравоохранения и медучреждения усилить мониторинг и лечение вирусного заболевания. Подробности в следующем материале. По данным Китайского национального центра по гриппу, эпидемия распространилась за последние 2-3 недели. Большинство людей заразились гриппом накануне Нового года. На тот момент число пациентов с признаками вирусного заболевания достигало 11 тысяч человек. За последнюю неделю недуг охватил еще 7 730 человек. Наши педиатры работают сейчас в режиме нон-стоп. Чтобы облегчить нагрузки клиники и отделение скорой помощи, мы подключили весь коллектив и работаем посменно. По данным Комитета здравоохранения и планирования КНР, нынешний вирус гриппа встречается очень редко. Из-за слабого иммунитета многих граждан инфекция быстро распространяется. Именно поэтому Комитет немедленно взял на себя задачу доставки лекарств и принадлежностей во все регионы страны, а также мониторинг и выявление опасности мутации вируса. Я болею гриппом уже продолжительное время. Это вирусное заболевание распространяется быстро, поэтому следует соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Особенно это касается детей. Они одни из первых подхватывают болезнь. В общественных местах я всегда ношу маску. Распространение вирусного гриппа наблюдается во всех регионах Китая. Так, в детское отделение государственной больницы города Джэньчжоу в день поступает около 200 пациентов, а в центре материнства и детства в городе Тайюань вели карантин. Вместе с этим детям, школьникам, старикам, беременным женщинам и гражданам с хроническими болезнями ставятся прививки. Максут Медилканов, Нурбек Бекен, Жан Суй, Хабар-24, Пекин. В Великобритании обанкротилась одна из крупнейших строительных компаний Королевства Кариллион. Долги концерна, который также является и крупным господрядчиком, оцениваются в полтора миллиарда фунтов стерлингов. Ожидаются массовые увольнения. О том, что компания испытывает финансовые трудности, стало известно еще в июле прошлого года. Тем не менее, правительство предоставило ему крупные заказы. Теперь депутаты требуют объяснения от Кабинета министров, как компания получила контракты. По словам экспертов, в банкротство Кариллион ляжет тяжким бременем на деятельности премьер-министра Терезы Мэй, которая продолжает трудные переговоры с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку это негативно отразится на единстве правящей консервативной партии. ЕС планирует бороться с проблемой распространения в интернете недостоверной информации. Для этого будет создана специальная группа экспертов. Через несколько недель они назовут страны, откуда распространяются ложные данные. Специалисты также должны определить грани ответственности за публикации неправдивых материалов в социальных сетях. Они же разработают инструменты воздействия на распространителя дезинформации. У группы экспертов высокого уровня по фальшивым новостям одна главная цель. Они должны предоставлять Еврокомиссии идеи по всем вопросам, касающимся распространения фейковых новостей в традиционных и социальных средствах массовой информации и по борьбе с их социальными и политическими последствиями. Результаты работы этой группы войдут в итоги общественных консультаций, которые завершатся 23 февраля, а также войдут в основу соцопроса агентства «Евробарометр», который начнется на следующей неделе. За прошлый год благодаря добровольным помощникам в Актюбинской области раскрыто более 300 преступлений. В местном бюджете на их поощрение предусмотрели 2 миллиона тенге. Всего в регионе работает 700 дружин, в составе которых 3000 человек. Сейчас образованы и студенческие отряды, более того, в дружинники идут и работники предприятий. В прошлом году около 1000 человек получили специальные удостоверения. В ближайших планах установить 140 камер видеонаблюдения. В сельской местности задача общественных помощников, это совместность с участковыми петерами полиции в сельско-округах будет оказаться деятельность по обеспечению правопорядка. Ночные рейли совместность с участковыми петерами полиции по наведению порядка. Это все, особенно, больше всего уделяет внимание по кражам скота, а также по нулевой термином выявлению и предприятиям к правонарушителям. Музей, театр на тысячу мест и библиотека с фондом в 500 тысяч книг войдут в новый культурный центр, который построят в Актау к 2020 году. Изначально под его застройку выделили 20 гектаров земли, затем площадь увеличилась до 30. Строительство центра имени Абиша Кикельбаева планируется по программе «Рухани Жанхару». В музее и библиотеке с современными читальными залами будут представлены экспонаты и книги, рассказывающие о культуре и искусстве региона. На территории центра будут фонтаны, места для отдыха и скверы. Проект разработан на 215 миллионов и в данный момент находится в экспертизе. По уточнению экспертизы мы будем уже иметь на руках полностью смертную стоимость проекта. Предварительная стоимость проекта более 4 миллиардов тенге. Также эти средства за счет бюджета выделить это тоже не по силам, поэтому мы сейчас будем разыскивать инвесторов. Послание президента является частью долгосрочной стратегии развития Казахстана. Поставленные 10 задач принесут положительные результаты для страны. Это мнение ученого из Ташкента Равшана Назарова. Старший научный сотрудник Академии наук Узбекистана считает, что прошедшая в Астане международная выставка Экспо-2017 внесла вклад в развитие новой эры зеленой экономики в мире, а финансовый центр Астана послужит фактором для вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира. В послании президента о новой возможности развития в условиях 4 промышленной революции говорится о введении новых технологий во все сферы жизни. Это поможет Казахстану повысить инвестиционные возможности и послужит основой для достижения перспективных целей, считает ученый. Послание является предвестником перехода Республики Казахстан к очень современному этапу развития, то есть 4 промышленная революция, которая в настоящее время в наиболее передовых развитых странах мира уже начала свое осуществление. В этом плане предыдущие послания и ряд других программных документов, стратегические планы развития Республики Казахстан, они направлены на то, чтобы Казахстан стал одной из наиболее развитых стран мира. Театр Астана-Опера на этот раз покорил зрителей столицы Кувейта. Артисты театра впервые приняли участие в Международном фестивале исламской страны. В их составе Майера Мухаммед Казе, Медед Чутабаев, Айсулу Абельханова, дирижер Руслан Баймурзин и многие другие. Выступление прошло в рамках реализации программы «Рухани Жангарум». Подробности в следующем материале. 24-й Международный культурный фестиваль в Эль-Кувейте собрал известных деятелей искусства со всего мира. Труппа театра Астана-Опера на фестиваль приехала по специальному приглашению кувейтской стороны. Организаторы отмечают, что такие мероприятия нацелены на расширение сотрудничества в культурной сфере. Театр Астана-Опера впервые приехал на кувейтскую землю с концертной программой и подарил любителям искусства отличное настроение и хорошие эмоции. Мое почтение по этому поводу. Культура, искусство и литература – это визитная карточка любого народа. Сегодня я проникся культурным наследием вашей страны. Таких двусторонних мероприятий, нацеленных на расширение сотрудничества между кувейтом и Казахстаном, в будущем должно быть больше. На территории кувейта в первый раз выступает наш знаменитый оркестр Астана-Опера. Мы продвигаем здесь в рамках проекта «Рухани Жангару» нашу культуру, наши культурные ценности. И кувейти любят искусство. Очень много различных коллективов известных приезжает сюда выступать. Здесь открыли новый оперный театр. Я надеюсь, что наши трупы тоже будут там выступать. Выступление театра проходило на сцене Центра культуры и искусства Кувейта в знаменитом театре Абдумухси Абдуриза. Артисты исполнили произведения казахской и мировой классики. Знаменитые «Четыре времени года» Антонио Вивальди, а также «Времена года» в Буэнос-Айресе, аргентинского композитора Астара Пьетсолы, проникновенные песни Абая, Кью-Крумангазе и произведения Нургисы Тлиндиева. Язык музыки у всех мира один. Музыка, исходящая от сердца, непременно доходит до сердца слушателя. Наверное, поэтому и говорят, что людей объединяет музыка. Она безгранична. Сегодня иностранная публика слушала нашу классику с воодушевлением и большим удовольствием. Это их уважение к нам и к самой музыке. До позднего вечера в Иль-Кувейте звучали казахские песни. Публика рукоплескала стоя. В конце творческого вечера директор Национальной библиотеки Республики Казахстан Жанат Сидуманов в знак благодарности накинул на плечи генерального секретаря Национального совета культуры, искусства и литературы Кувейта господина Али Альюха, традиционный казахский шопан. Айдана Кребжанова, Ержан Женес, Седат Денли, Хабар-24, Кувейт. Геннадий Головкин удостоился звания почетный гражданин Карагандинской области. За удостоверение именитый спортсмен прибыл в родной город лично. Геннадий Головкин единственный казахстанский чемпион мира в профессиональном боксе. Напомню, непобежденный мастер кожаной перчатки встречался с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Бой не выявил сильнейшего. Ожидается, что реванш состоится в мае этого года. Как ведут себя почетные граждане? Наверное, как и все, как и каждый житель нашей области. Мы просто гордимся. По крайней мере, я очень горжусь, что я казахстанец, что я могу так заявить на весь мир. И хотелось бы добавить ребят на своем примере. Ставьте цели, идите к ним. Все возможно. В Сан-Паулу прошел рыцарский турнир согласно всем канонам средневекового воинского искусства. Участники собрались на площади города Кампинос. Рыцари сошлись в поединке за право представлять Бразилию на битве наций в Италии в 2018 году, где соберутся все любители ушедшей эпохи. Это мировой турнир. Среди стран участниц Австралия, Германия, Канада и другие. Цель организаторов Международной ассоциации исторических битв в Средневековье – вернуть былой интерес к боям на мечах. Это тяжело. Цель – стать рыцарем и сражаться. Навык не передается по наследству от отца к сыну. Сегодня у меня достаточно сил идти дальше. Я выгляжу, как настоящий средневековый рыцарь и готов драться. Это очень весело. Моя страсть к рыцарям началась со строительства замков из Лего. И стала реальностью. Со шлемом, ресталищем, боем. Ничто не может с этим сравниться. Это была последняя информация выпуска. Ну а больше новостей вы, как всегда, можете найти на нашем сайте 24.kz. Обязательно заходите. Но у меня пока все. Спасибо, что выбираете Хабар 24. Вам хорошего дня сегодня. Субтитры подогнал «Симон»!